Всем привет! С вами снова я, Андрей Белков, фотограф. Представлен тремя галереями. С февраля 2022 года занимаюсь продажей собственных NFT. На текущий момент имею, на мой взгляд, достаточно успешную историю продаж, более 200 работ. Сегодня у нас тема дня, тема нашего класса, это маркетплейсы NFT. Мы посмотрим с вами на основные маркетплейсы сетей Ethereum и Tezos. Это наиболее популярные среди NFT-сети. Выставим работу на продажу, посмотрим, как это делается. И поменяем кое-какие параметры по уже выставленным работам на эфире. Денежек мы с вами уже на кошелек на прошлом классе закинули. Пришло время их тратить. Собственно, погнали. Для начала нам надо понять, что такое выставить работу на продажу. Это не совсем, скажем так, коррелирует с теми действиями, которые там производятся на каких-то сайтах не криптовалютных, не NFT-шных. Давайте посмотрим, что такое вообще выставить работу на продажу. Значит, первое отличие заключается в том, ну, пожалуй, наверное, единственное отличие заключается в том, что здесь процесс создания NFT и процесс последующих действий с ним, это совершенно разные действия. То есть, мы обычно закидываем куда-нибудь на сайт какой-нибудь, условно, товар. Может быть, там фотографии или что-то еще. Не знаю, вот, например, авито. То есть, мы хотим что-то продать на авито. Что мы делаем? Мы делаем фотки, мы заполняем все необходимые поля, устанавливаем цену, нажимаем на кнопку, все, оно ушло, оно на продажу. Здесь немножко не так. Для того, чтобы выставить NFT на продажу, его сначала надо создать. И это совершенно отдельное действие, которое, если посмотреть, называется по-английски to mint. Дословный перевод – это чеканка. Собственно, по-русски звучит как mint. Следует понимать, что очень много в тусовке таких вот русских NFT-шников, да, очень много всяких сленговых словечек, которые пришли на английского языка. Вот. И здесь не просто так написано, вот это вот такая транслитерация, как будто бы, да, вот, где-то перевод, а где-то именно транслитерация. То есть, это на самом деле слова, которые вот русскоязычные NFT-шники, назовем их так, да, то есть, члены комьюнити, NFT-комьюнити используют в общении между собой. То есть, они говорят, надо заминтить чего-нибудь, да, вот. И это, собственно, как я сказал, не просто так здесь появилось, а для того, чтобы вот сразу прям начать погружаться вот в эту вот среду и понимать людей, которые говорят какие-то непонятные буквы, да, и надо это понимать, эти буквы. Вот. Таким образом, заминтить, то есть, создать NFT, значит, и дальше производить какие-то определенные действия с ними. Вот я подготовил слайд здесь, который, в принципе, отражает, наверное, все действия, которые можно сделать с NFT основные. Ну вот, то есть, итак, мы заходим с вами на marketplace, и наша задача, ну, так сказать, выставить продажную работу. Шаг номер один, это заминтить эту работу. То есть, превратить ту картинку, которую вы хотите выставить на продажу в итоге, в NFT. Это процесс создания NFT. Значит, после того, как процесс этот завершен, соответственно, конечно, эта картинка уже в формате NFT, вернее, вот давайте не так. Эта картинка появится на marketplace, и NFT, который связан с этой корзинкой, будет записан в блокчейне, как созданный и принадлежащий вам. Вот это будет правильная формулировка. Я предлагаю использовать те знания, которые были мною даны вам на предыдущих классах, вот, и, так сказать, такую, развивать такую вот NFT-грамотность, да. Еще раз, конечно, многие вещи, они говорятся, как некий сленг, да. Многие словечки используются в этом сленге, то есть, понятно, что у меня в кошельке там пять эфиров или пять тезосов. Понятно, что это сленг, но вы уже знаете, что, конечно, в кошельке деньги не хранятся. И это важно для понимания, в том числе, вопросов безопасности и, в том числе, вопросов, как это работает. Вот. Таким образом, значит, мы заходим, mintим NFT. Собственно, картинка, как таковая на marketplace уже появляется. И дальше нам нужно выставить ее на продажу. Значит, выставление на продажу – это листинг, да, по-английски «to list». На некоторых сайтах это называется по-другому, например, sell просто, да, и так далее, ну, просто продать. Но, скажем так, в такой общепринятой, официально это сложно назвать терминологией, да, но, тем не менее, листинг – это выставление работы на продажу. Выставить на продажу работу можно двумя, в двух форматах. Формат номер один – это фиксированная цена, как в магазине. То есть, вы назначаете цену и, собственно, вы ждете, пока придет покупатель и по этой цене ее купит. Вот здесь нужно сделать определенную оговорку, что практически любой marketplace поддерживает так называемые офферы. Ну, то есть, условно, например, вы выставляете на продажу свою работу за 0,1 эфир. К вам может прийти человек, собственно, да, нажать на кнопочку «Make offer», сделать предложение и, например, сказать, что он хочет купить ее за 0,07, например, да. Что при этом происходит? При этом 0,07 эфира блокируется у него на кошельке, сленг, блокируется у него на кошельке. Вот вы, естественно, получаете тут же оповещение о том, что к вам этот оффер поступил. И есть два варианта – либо его отклонить, деклайн, либо его принять. Значит, в случае, если предложения вами принимаются те самые заблокированные, деньги списываются и поступают к вам, в случае, если вы отклоняете, деньги просто разблокируются и возвращаются, собственно, к нему в том виде, в котором они изначально были заблокированы. Также можно выставить работу на продажу на аукцион. В аукционах существует два типа – английский и голландский. Мы посвящим следующий слайд. Английский – это на повышение, голландский – это на понижение. Сейчас разберем, как это работает. Еще работу можно не выставить на продажу, ее можно безвозмездно перевести, то есть подарить. Собственно, сама операция называется «трансфер» или «трансфер». От английского – это «трансфер». Это перевод. Фактически вы просто указываете адрес кошелька тому, кому вы хотите перевести, нажимаете на кнопочку, от вас NFT выходит, и его полноправным владельцем становится тот самый человек, которому вы решили сделать такой подарок. И его можно удалить, NFT, который вы создали. То есть, здесь порядок, в общем-то, по большому счету, не важен. Можно его выставить на продажу и при этом подарить, можно при этом выставить на продажу и при этом его, собственно, сжечь. Процесс удаления называется «сжечь». Тоже такая общепринятая, можно сказать, официальная терминология, которая используется практически на всех маркетплейсах. То есть, его удалить, его сжечь. Давайте поясним. То есть, опять же, даже если вы его завели, выставили на продажу и через некоторое время сожгли, все знания у вас есть для того, чтобы понимать, что все записи в реестре блокчейна, они, безусловно, останутся и они хранятся там вечно. То есть, нет такого, что как будто вас там не было. Мы уже с вами это понимаем, обладая теми знаниями, которые есть. Давайте перескочим на английский аукцион и голландский аукцион. И об этом буквально пару слов. Я думаю, что все понимают, как это работает. Значит, английский аукцион – это игра на повышение. То есть, что имеется в виду? Изначально объявляется какая-то цена. Ну, например, вы хотите получить за работу один Тезос. Очень дешевая цена. Работа очень хорошая. Вокруг есть покупатели. Вы объявляете аукцион. И, собственно, тот, кто предложит большую цену в определенный промежуток времени, собственно, он ее фактически и заберет. Здесь, я думаю, все понятно. По такому принципу работают большинство аукционов. В том числе, например, Содби или российский владей. Собственно, неважно. Второй вид – это голландские аукционы, игра на понижение. То есть, условно говоря, заранее объявляется какая-то очень высокая цена. Например, не знаю, там 100 эфиров. И аукционист, который ведет аукцион в определенный промежуток времени, соответственно, начинает ее снижать до тех пор, пока кто-то при определенной цене, тот человек, который хочет ее купить, не даст свою согласие на покупку. То есть, не подтвердит то, что он готов купить по такой цене. То есть, и тот, и другой аукцион имеет место быть. Они используются, у каждого из них совершенно разные цели. Ну, вернее, цель одна – это продать работу. Но, так сказать, цель по-разному привлечь покупателей. И, собственно, разница между ними, она абсолютно понятна.